В столетие Министерства спорта Мурманской области, три года Центр управления регионом, год работы Центра поддержки участников СВО и их семей. Проекты, получившие поддержку губернатора и многое другое, обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Министерство спорта области отметило вековой юбилей. Ровно сто лет назад, 13 ноября, рассмотрели вопросы о создании Совета физкультуры Мурманской губернии. А спустя 11 лет зародился традиционный праздник Севера. Мы и сейчас продолжаем активно обсуждать всех жителей области, побуждать жителей области к занятию спорта, развиваем профессиональный спорт, чтобы взращивать новых чемпионов. Только за последние пять лет, включая этот год, на блок спорта направлено более 10 миллиардов рублей. Помимо Минспорта, свой день рождения отмечает Центр управления регионом. Ему исполнилось три года, и за это время команда успела обработать более 245 тысяч обращений. А реакция служб на них не превышает трех часов. При задействии поддержки Центра управления регионом введена платформа обратной связи госуслуги «Решаем вместе», на которой уже поступило более 87 тысяч обращений жителей. Благодаря совместной работе Центра управления регионом и органов власти число сообщений с нарушенными сроками исполнения снизилось в менее 1%. Во время оперативного совещания в областном правительстве подвели итоги работы Центра поддержки участников СВО и их семей, который за год помог решить около 15 тысяч вопросов. Кураторы территориально, как вы уже отметили, присутствуют в 13 муниципальных образованиях, а функционально охватывают всю территорию региона. Кроме того, в Мурманском филиале фонда «Защитники Отечества» продолжает свою работу фронтовая гостиная, где опытные участники боевых действий могут пообщаться и поделиться своими навыками адаптации к гражданской жизни с только что вернувшимися бойцами. У нас в мае в Мурманской области открыт филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Он создан по поручению президента России. Фонд и Центр работают в тесной связке, оказывая всестороннюю поддержку нашим защитникам и семьям. Также на оперативном совещании обсудили 12 проектов, которые стали победителями осеннего этапа конкурса «Губернаторский старт». Каждый из финалистов получит до 2 миллионов рублей на реализацию и развитие своих идей. «В рамках второго конкурсного отбора было допущено к конкурсу 108 заявителей на общую сумму более 120 миллионов рублей». Мера поддержки будет работать и в будущем, а ее финансирование увеличат минимум до 50 миллионов рублей.